Всем привет! В этом видео мы поговорим об официальном сообществе, нашем официальном сообществе ВК. Ссылочка вот она, то есть мы смотрим в описаниях, я еще раз вложу ссылочки, и на всех видео у нас есть кросс-ссылка на это сообщество, которое я администрирую уже второй год. Итак, я вам вкратце попытаюсь донести, я сегодня прям сидел, ответил на 150 примерно сообщений, все они одного характера, то есть в котором было и хамство, и было много чего, но я уделил, наверное, минут 25 всему этому и попытался максимально помочь именно игрокам. Итак, начнем с того, что самое главное в нашей группе, это прочитать обязательно правила группы и выполнять эти правила, иначе вы можете быть забанены. Итак, второе, что мои коллеги, я скажу так, мои коллеги, мы с коллегами максимально пытаемся помочь игрокам с технической стороны, то есть именно когда идут вопросы технического характера, то есть, например, они пишут, ой, восстановите мой замок, вот мне ваши данные и так далее, и так далее, то есть мои данные, вот восстановите мне, пожалуйста, мой аккаунт. В этом случае приходится, мы этого не делаем, приходится отвечать, пишите опять техподдержку, когда вам ответит, потом мы попытаемся что-то сделать за вас. То есть на самом деле за вас никто делать не будет, поэтому старайтесь всегда, если пишите техподдержку, пишите грамотно, пишите без ошибок и так далее. То есть разработчики на том конце, они принимают именно, которые ваши сообщения принимают, они используют программу перевода. Там нет группы поддержки в 100 человек в день, которая отвечает на запросы 60 миллионов игроков, ну, из них 60% русскоязычных. Итак, поехали дальше. На чем мы остановились, я уже забыл. У нас есть, скажем так, у нас есть вопрос-ответ, здесь вы можете задать вопрос и получить на него ответ, если кто-то будет онлайн. Также игроки тоже пытаются помогать, всегда молодцы в этом плане. И также никогда, одно из правил, никогда никому, даже администратору, даже написать сообщение сообщества, не отправляйте никогда свои данные. Абсолютно никому. То есть этого делать не нужно. У нас есть вопрос-ответ, правила сообщества, это первый вопрос-ответ. Это не обязательно, но тем не менее можете поковыряться, поискать там достойные там ответы. Возможно, вы можете поискать вопросов очень много, действительно, я не понимаю. То есть я не поддерживаю эту тематику. У меня не хватает времени заходить туда и перечитывать 5000 сообщений, 61 тысяча сообщений, чтобы найти какое-либо решение. А вопросы, какими бывают вопросы? Вопросы после каждого обновления, естественно, появляются вопросы именно связанные с этим обновлением, либо с какими-то багами и так далее, и так далее. Так, вопрос-ответ iOS есть, чего часто зазывают. Тоже самые вопросы. Вот основные три шага, которые вы должны сделать. Это правила ибана сообщества, первый шаг. Шаблон для техподдержки, восстановление замка, это два. И, естественно, вопрос-ответ для тех, кто любит поболтать, кто может там все это время болтать и все это читать. То есть дожидаться ответа на свое сообщение. Скажем так, вот это именно часть. Я не понимаю, до сих пор не понимаю существование этой ветки обсуждения в нашей группе. Итак, поехали дальше. Поехали дальше. Здесь у нас ошибки обновлений, есть обсуждение. То есть это раздел обсуждения. В видеозаписях, здесь в видеозаписях, все видеозаписи добавляю я. Разработчик у нас есть связь с разработчиком. Она псевдосвязь. Она, скажем так, кстати, это тоже важный вопрос. То есть прямой связи с разработчиком у нас на самом деле нет. То есть мы не имеем прямой связи с разработчиком. То есть мы не можем рассмотреть там, сколько у нас участников в группе. Где это посмотреть? Я уже забыл. Так, по-моему, где-то 200 тысяч участников у нас было в группе, да? Плюс 200 тысяч. Естественно, мы не сможем заполнять за вас и отправлять для вас, вместо вас, сообщения. Помогите восстановить замок, помогите восстановить ресурсы и так далее, и так далее. Для этого есть тема. Вот здесь подготовила Светлана, подготовила шаблоны. Кстати, к Светлане. И мы вернемся в следующих видео обязательно. Потому что очень скоро мы поговорим больше. И я буду один раз в неделю все-таки делать какой-то видеоотчет из всего этого, скажем так. Потому что все получается в личных целях, скажем так. Итак, переходим дальше. Переходим дальше. У нас есть написать сообщение, сообщение сообщества. Вот они, у меня пять сообщений. Коллег у меня, не знаю, несколько. У меня есть коллеги даже, которые в отпуске находятся, на больничном там заходят и отвечают на ваши вопросы. Все вопросы, которые вы задаете. То есть, вот они, сообщение сообщества. Открываем сообщение сообщества. В основном, здесь я вот пытался сегодня отвечать на все это. И ответил. Все ответы были, то есть, все вопросы были исчерпаны. Есть, конечно, очень много проблем со стороны правописания. То есть, человек пишет на таком жаргоне, на геймерском жаргоне и так далее. В общем, не на общедоступном русском языке. Вот. И приходится в этом случае, приходится не опускаться, скажем так, а доходить до его уровня. По желанию. Это все-таки не обязанности. И по желанию приходится. И все-таки помогать в этом случае тоже приходится. Сегодня мне напишут рили. То есть, это, я не знаю, это псевдо-русско-английский. Я не знаю, как этот язык. То есть, это даже не игровой жаргон. То есть, вопросы бывают разного характера. То есть, пишут много вопросов. В основном, мы помогаем. То есть, вы можете увидеть, кто здесь кому помогает, кто ему отвечает и так далее. В принципе, на все эти вопросы есть ответы в справке игры. Тем не менее, если у нас есть время, мы, естественно, заходим и отвечаем на все сообщения. Вот, например, самые продвинутые, да? Что такое продвинутый сбор войск? Человек написал в техподдержку и пишет, что некобы, скажем... То есть, ему нужен человек, который расшифрует диалог, ответ мастера. В его замок кто-то заходил, и он не знает, решена ли его проблема. То есть, пытается получить у нас какую-то гарантию. Еще раз, у нас гарантии никакой нет. У нас разработчиков... У нас есть псевдо-связь с разработчиком, но она, опять же, она не полноценная. Вот. И... Есть один, есть один, очень, опять же, важный такой нюанс, из-за которого все-таки не продвигается. Вот. Мне было тоже больно, обидно, когда для Бразилии, да? Вот я играю в 91-м королевстве. Сколько я сделал, сколько я и мои друзья, сколько мы с коллегами сделали для русскоязычного сообщества, для русскоязычного игрока, и в итоге мы не смогли... Мы даже в каких-то обновлениях, в каких-то, скажем, событиях получаем какие-то грамматические ошибки. То есть, это очень печально, что мы с нашим таким коллективом не можем реализовать, продвинуть какие-либо идеи. То есть, проблема все-таки в чем? Я, конечно, могу сказать в двух словах, почему это все происходит. Почему вот бразильцы, там, в 600 каком-то королевстве, вот, они там продвинули какое-то событие с Бастилией и так далее, и так далее. То есть, проблема все-таки первая на нашей стороне, это грамматика. Все пишут, как не лень, используют там голосовые программы, чтобы вместо них все это печатали. Так как некоторые даже печатают, то есть, даже писать еще не научились. То есть, гадать, опять же, можно бесконечно, да, и вариантов можно рассматривать кучу. Но основной это каждый думает о себе. Каждый в любом случае думает только о себе. Вот для тех, кто думает только о себе, сразу можно ответить, что это командная игра. Здесь нету такого, что здесь ты можешь выиграть один, либо там выиграть там, как в всех играх, да, я затащу, я затащу команду и так далее, и так далее. Это игра и военная стратегия с социальным уклоном. То есть, именно здесь нужна помощь, нужен подкреп, нужны сборы, нужно-нужно. То есть, механика игры, она связана с тимплеем, с тем, что все играют вместе, помогают друг другу и так далее, и так далее. То есть, я уже сейчас перехожу на другую тему, возвращаемся обратно в наше сообщество и разбираем, например, очень много вопросов. Нет, это слишком долго будет, если мы будем рассматривать каждый вопрос. В общем, что вкратце сказать. Печально, что у них такое событие для них, да, а для нас такое событие, что там такое же событие, да, утрировать тему Курбан-Байрама я не буду, но, тем не менее, написано «Россия» это то же самое, как 30 лет назад где-то бы написали там «День СССР» и так далее, и так далее. То есть, у них другие взгляды, но очень, опять же, обидно именно то, что мы не можем предложить какое-либо событие. Однажды у нас есть комьюнити менеджер, его зовут Евгений, он занимается, то есть, у нас главный администратор, он занимается, молодец, отличный парень, вот, занимается всем этим, и, как бы, мы его всегда, каждый день загружаем кучей вопросов, он на них отвечает, он старается, максимально старается. То есть, большое ему спасибо, что все-таки немного мы продвинулись, хоть немного. Сейчас, сейчас в последнее время он не очень активен, но я очень надеюсь и молюсь, чтобы он скорее вернулся, и, опять же, мы продолжили нашу работу. Такой нелегкий труд, да? Что я хотел сказать, когда у нас есть мод-группа, группа модераторов, но мы не можем каждого игрока приглашать там создавать. У нас есть мод-группа, и однажды в этой мод-группе как-то Евгений написал, это было очень давно, наверное, год назад, написал о том, что... Так, я забыл, кстати, пометить важным это сообщение, на этот вопрос отвечал я. Написал, какую... единственная была тема, он написал, какое вы предложение хотите сделать по игре, по улучшению игры и так далее, и так далее. Вот, я увидел это все, мне было настолько все печально, и... То есть, все, абсолютно все, они не думали о каких-либо событиях, они не думали о каких-то ошибках, о исправлениях и прочем. Они думали только о том, что... Пожалуйста, товарищи, сделайте, чтобы там 30-й замок не бил мой 10-й замок, потому что я не могу донатить, либо другая причина. То есть, причин много, но именно это утрируется, именно это является обсуждением, таким большим-большим обсуждением. Ну, я, например, не вижу смысла, например, до 20-й уровень, да, ты можешь донатить, ты можешь собираться, ты можешь получать большую поддержку от тиммейтов, то есть, от команды, от альянса, и танковать в новых королевствах. Опять же, тебе нужны ресурсы, ускорение и войска. То есть, ну, скажем так, можно и без доната, но с донатом это делать круче и легче поймать, то есть, достигнуть лидерства в самом королевстве. Итак, когда это все утрировалось, да, скажем так, в сообщениях именно читалась именно та сторона игры, которая относится к замкам, к уровню замка. То есть, я не хочу, чтобы 30-й замок атаковал мой замок, который 19-го уровня, сделаете ограничение на ТП и так далее. Все ушло в это. Ну, как бы, я не увидел ни актуальности этого вопроса, ни решения этого вопроса. То есть, утрировали все хотели, этого все хотят, этого все. Но, к сожалению, дальнейшее уделение времени нашему русскоязычному, скажем так, русскоязычному игроку, оно все уже закрылось в том пространстве, в тот момент. То есть, в тот момент, когда каждый думал только о себе. Еще раз я скажу, что, если вы думаете о себе, то в эту игру лучше не играть, ребята. Эта игра, она основана, то есть, силы, всю поддержку, помощь дает Альянс. Вот. И что, опять же, по группе, да. Вернусь, наверное, все-таки к теме, с которой я начал. То есть, начал. У меня проблема с... Русский язык не является моим русским... То есть, родным языком. Хотя я гражданин СССР, но иногда мне трудно говорить какие-либо слова. Я извиняюсь за это. Так, вернемся к нашей группе. Вот и наше сообщество. Здесь очень все-таки хорошее сообщество. Несмотря на то, что игра, она очень, скажем так, она, ну, мобильная, такая, компактная. Я не знаю, как еще сказать, что играет в нее, скажем так, не так много народу. И она не посвящена именно геймеру, то есть, игроку, который играет там, скилл, там, еще, еще прочее. Нет, это игра просто для того, чтобы, не знаю, в свободное время, там, заходить, доставать с кармана телефон, заходить в какую-либо королевство, поставить щит, там, отправить подкреп, посмотреть за Альянсом, посмотреть, там, вырвать яблоки, сорвать, там, кусок дерева, там, и так далее. Следить за обновлением. Многие со мной не согласятся, потому что причин много, почему не согласятся. Я скажу себе так, если считать меня игроком, я начал играть где-то в 89-м году, это 1989 год, я перелетал на самолете, я производил, то есть, я перелетал с Казахстана, Узбекистан, это тогда еще был СССР, мы перелетали, и как-то мне дали маленькую игру мобильную, там, ну, погоди, как она называлась, я не помню. В общем, электроника, какая-то игра, электроника, ну, погоди, там, надо было ловить яйца, я сидел, тупо ловил эти яйца, и мне понравились игры, дальше я ходил в игровые залы, купил игровую приставку, там, Дэнди, потом Сега, потом это был Сони Плейстейшн, и уже ближе к 2001-2002 году уже я пересел именно, то есть, на компьютеры, и приставки уже остались только, скажем так, эксклюзивные версии игр, которые я все-таки еще играю на приставках. В основном играю игры, которые содержат какой-либо баланс, где там нет читеров, нет мошенничества и так далее, и так далее. То есть, из своей всей игровой практики я могу сказать одно, что у этой игры аналогов не было на тот момент, на 2015 год, когда я начал играть в нее, это было начало 2005 января 2015 года. Я лежал в больнице, и там я начал играть в эту игру. Итак, этот обзор, наверное, более получится именно обо мне, наверное, все-таки, а не о группе, да? Ну ладно. Так, в общем, скажу так, игра достойна времени, только немного, максимум 10-15 минут, там, не в день, а так, скажем так, каждые 2 часа по 10-15 минут. Да, но если вы копите большую армию, всегда ставьте щиты. Ну, также у нас проводятся конкурсы в группе, есть, что у нас еще есть, всякие таблицы, всякие конкурсы наши. Что еще? Пробуем и все. На этом все. На этом все. Сообщение сообществу можно написать вот здесь, там написать сообщение. То есть, я не хотел делать какой-либо мануал, а именно рассказать о сообществе, добавить немного о коллегах, но я думаю, я буду, скажем так, если вам понравится, да, если вам понравится, то я буду в неделю один раз делать такое, такое, скажем так, видео, позвав, если можно, там, других коллег-администраторов, которые прошли с нами такой длинный путь в 2 года, да, скажем так, видео получится немного длинным, но ничего страшного. Это не мануал, как пользоваться сообществом, как группой ВК. Я думаю, даже тот, кто не умеет писать, знает, как пользоваться сообществом. Вот. Основные моменты я указал в начале видео. На этом все, ребята. Если есть какие-то вопросы, пишите, пишите. Я рассмотрю ваши вопросы. В следующем видео, в следующем видео, я буду делать скриншоты и разбирать ваши вопросы, отвечать на них вот точно так же, как я это делаю сегодня. Вот. Всем спасибо. Ставьте лайки. Не забывайте поддерживать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok